Друзья, вашему вниманию запись другого человека, подписчика нашего, автору спасибо. Хороший такой диалог, он пытался конструктивно разговаривать, она не давала ему, потому что, видите ли, их внутренний регламент стоит выше закона, и будьте любезны разговаривать по внутреннему регламенту банка. Как же они обожествляют этот термин банк, вот этих сотрудники, рядовые сотрудники, пешки, которые в разменную игру попадают. Но это же до такой степени самообман, в который они верят. А я обращаюсь сейчас к сотрудникам банка. Ребят, друзья мои, вы работаете в простой ОООшке, по ООшке, за ООшке, как угодно. Коммерческая структура, она не имеет права корректировать законы. Вы должны действовать строго по закону. Вот так вот. Итак, слушаем. Поехали. Алло. 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 Роман Васильевич? Да, да, да. Роман Васильевич, Рейхайзенбанк. Виктория Александровна, звоним из отдела по работе с просроченной должности по вашей кредитной карте. Долг имеется. Сумма насчет насилия нет еще? Фамилия ваша, Виктория Александровна. Мы фамилию не предоставляем, а максимум можем предоставить вам табельный номер, по которому банки могут идентифицировать. Я понял вас. Смотрите, есть 153-й федеральный закон о персональных данных, да, и чрезвычайная статья. Вот будьте добры представиться по... Есть, я вас поняла, еще есть федеральный закон 230, статья 7, и там прописано, что операция, когда вы взводите, вы должны называть свою фамилию, отчество и фамилию, имя, отчество. Согласно внутренней процедуре банка мы уже можем озвучить свой табельный номер, по которому банки могут идентифицировать. Стоп, 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 стоп. Меня не волнует ваша внутренняя процедура банка. Не собираетесь? Ну все, тогда с вами свяжется позднее. Конечно. А когда позднее? Стоп, 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 когда позднее? Чего вы сливаетесь-то сразу? Алло, алло. Так перезвонят вам через несколько дней, да, если вы сейчас со мной не хотите разговаривать. А я с ним не буду... По вашей кредитной карте вы понимаете. Мало мне надо понимать. Мне надо быть убежденным, что я разговариваю с Рейфайзингом банком. Все. В чем проблема? Так я вам объясняю, что по табельному номеру нас могут идентифицировать банки. Если так не хотите разговаривать, пожалуйста, звоните нам сами на входящую. Мне нужно идентифицировать вас как сотрудника, понимаете? Чтобы у нас был какой-то конструктивный разговор. И сейчас так не собираетесь, да, общаться с табельным номером? Пока ваши операторы не будут... Просто вы должны понимать, что по карте у вас долг имеется, и уже долг на протяжении длительного времени. Надеюсь, просто банк у вас потребует досрочно вернущую сумму долга. Смотрите, пока вы будете звонить и будете там по своим внутренним каким-то распорядкам представляться, они с вами не будут разговаривать. Хорошо, тогда он будет уже направленная повестка и суда, и банк уже потребует досрочно вернущую сумму долга. Да, конечно, я уже давно прошу вас, давайте, давайте в суд, конечно. Все хорошо, отказ от оплаты зафиксируем. О, что, думаете, испугался, что я отказ от оплаты. Ну-ка, подождите, алло. Вот именно и правильно, в суд, друзья мои, прям на три буквы посередине У, как я люблю говорить, в суд. Если вам что-то не нравится, вы пострадавшая сторона, а в нашем с вами случае именно вы пострадавшая сторона, да, пожалуйста, обращайтесь в суд. Всегда мы так говорим и будем говорить. Это нормальный законный способ общения с коммерческой структурой, если вдруг структура считает, что договор был нарушен. Я уже опускаю тот факт, что вот эти договоры, которые заключают банки с заемщиками, в большей части противоречат действующему законодательству. И уже на этом основании могут быть в суде признаны ничтожными, ну, либо незаключенными. Очень много способов, собственно говоря, инструментов именно вот такими оперировать терминами. Вы знаете, суд для нас, для наших клиентов, это промежуточный этап. Гораздо важнее создать условия, когда банк сам будет вынужден отказаться от претензий. И это мы делаем либо на досудебном этапе, когда даем банку понять, что с нашим клиентом каши не сваришь, как я говорю, а если и начнут что-то, а не варить, ту самую кашу из топора, то сами ее и будут потом расхлебывать. Вот. А для простых людей, не юридическим языком, я скажу, что мы можем создать условия, когда вы будете платить, скажем так, тот самый комфортный платеж. Комфортный – это тот платеж, который удобен для вас. И не придется вам платить всю жизнь. А вот когда человек платит комфортный платеж, там 500 рублей, допустим, в месяц, это и есть те самые условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Если не забегать такую вглубь ситуацию, я вам скажу, что банку невыгодна вот эта вот бухгалтерия, когда деньги идут напрямую на судный счет, а от судебных приставов именно на судный счет деньги идут. Это невыгодно. В этом случае банк не может воровать ваши деньги на погашение штрафов, комиссии всевозможных, пеней и так далее. Это в двух словах. Если хотите подробно, пожалуйста, я вас перенаправлю на наш сайт. Ссылка на сайт в описании любого ролика на нашем канале. Для этого в том числе также вам в помощь, чтобы вы не искали. Сейчас в правом верхнем углу выйдет кликабельная подсказка. Вот она. Можете по ней щелкать и смотреть. На сайте выложено видео. Сейчас, внимание. Видео. Как устроена работа кредитных юристов компании Алям. И это важно. Я не зря ставлю акцент на этом. Друзья мои, посмотрите видео. Вы получите большинство ответов на свои вопросы. Если вы решите встать под юридическую защиту, вам останется только оставить заявку в форме на сайте и дождаться звонка наших специалистов. Наши специалисты звонят в рабочее время. Телефон, с которого мы будем звонить, указан в верхнем правом углу сайта. Посмотрите его. Зафиксируйте для себя. Забейте в телефон, в контакты и не пропустите звоночек, пожалуйста. Вот такая ситуация. Ну а те, кому понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк. Кто не подписался на наш канал, скорее подписывайтесь. Именно на нашем канале вы сможете получить очень много информации в доступной форме, не академической, такой, знаете, а в юмористической, жесткой. Как говорится, бальзам на душу. Для тех, кому надоели коллекторы, кому коллекторы высосали много крови. Пожалуйста, перестаньте бояться и начинайте жить по-новому. Для этого наш канал и существует. Ссылочка на группу ВКонтакте есть. Пожалуйста, вступайте в группу. Там все ролики дублируются. Если вам удобно через ВКонтакт слушать, пожалуйста, слушаем через ВКонтакт. Поделитесь в соцсетях этим роликом. И еще раз вам в помощь. Посмотрите видео на нашем сайте. Даже если вы не хотите обращаться за юридической помощью, а подозреваете, что что-то не так, убедитесь в этом. Посмотрите видео на нашем сайте. В правом верхнем углу еще раз для вас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрели видео и уже сами решаете, принимаете решение. Оставаться с тем, как есть, либо встать под юридическую защиту. Ну, я желаю вам всего хорошего. Счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. На связи был Кузнецов Дмитрий. Доброго дня. До свидания.